ДИИНЬ ДОБРЫЙ, НА СВЯЗИ МКОБАТСКИЙ! Сегодня мы продолжим с вами проходить интересную, прекрасную, ну и, конечно же, замечательную игру. Игру, на самом деле, давно-давно успевшую стать культовой, под названием ОГОН В МИСТЕРЮ СКОРЕКС. Это у нас с вами третья часть прохождения, третья часть путешествий с Эмили Хант, а пока что путешествуем по музею. Ну что, головоломка у нас была в прошлой части, как вы помните, но давайте разбираться. Ладно, ключ доктора Морсби, вешаем сюда, где надпись ГК, где это, сюда, мы остались на этом. У нас есть четыре ключа, один ключ с двумя ключами, один ключ свежий, один ключ ржавый, скажем так. Запасный выход, не нужен ключ, есть ключ с одним ключом ещё. Надо вот разобраться, но давайте разбираться по порядку. Так, там книжечку нам надо глянуть. И здесь посмотреть, так. Тот у нас... Ещё он у нас замок не хочет здесь посмотреть, ну ладно. Это главный корпус, охлажденный корпус нам не нужен, проблем нет, запасный выход. Всё это... Давайте разбираться, ходить. Хранилище два. Один ключ мы видим, да? Ну, одна вставка, то есть ключи не несколько. Так. Хранилище четыре тоже один ключ. А вот оно нам и нужно. Там была запись, давайте посмотрим. Я это помню, тут была у нас записочка, что там... Типа... В конце, в конце, в конце, в конце, в конце. Переезд компании нужно заменить сломанный замок в хранилище 1. Сломанный замок. Хранилище 1. Ключка это возле зелёной метки. Подмет висит с... В стеклянные шкафы ключи прилагаются. А, в стеклянные шкафы, наверное, там где много ключей, там в хранилище это. В хранилище 3 поставили дополнительный замок в январе. Значит, в хранилище 3 у нас с вами два ключа, один дополнительный, этот, этот. Куда вот эта коллекция F&D, там много ключей. Наверное, так. Хранилище номер 1, а где оно? Наверное, так, давайте разбираться, анализировать. А, я не глянул, куда... Сейчас. Сейчас одну секу. Не глянул. Сейчас давайте пометочки сделаю. Там, не глянул, где эта коллекция F&D. Хрупкое хранилище 2. Значит, так. 2. Много. Ключей. Ага. F&D. Она что-то поставлялась. Угу. Хранилище 3. Доп. Ключ. Хранилище 1. Хранилище где-то у нас. Хранилище 1. Сломанный замок. Сломанный, наверное, его там либо нет, либо тут ржавый ключ. 1. 1. Слом. Пишу. Во всякий случай. Сейчас решим, это была ломочка. Так. Так, так, так. Ага. Так, так, так. Так, так, так. Так, так, так. Это здорово. Ну, давайте разбираться. Так. Зелёный Морби. КВК. Главное корпус. Запасный выход еще не надо. Хранилище 1. Сломанный ключ, наверное, ржавый. Имеет в виду старый сломанный. Я так полагаю. Дополнительный ключ у нас куда? Третий дополнительный ключ. Вот это у нас... Где там второе, где много ключей? Наверное, как? И вот этот вот ключ... Кончатый не получается. Попробуем еще раз. Ммм... Ничего не так? Наверное, доктор Морсби. Наверное, вот этот ключ не туда. Главный кабинет. Ланк Рус. Хранилище 3. Дополнительный ключ. Один дополнительный ключ. Значит, хранилище 3. Вот это много ключей, это хранилище 2. Дополнительные ключи. Их несколько. Наверное, тут уже седа. Раз порванный старый, наверное. От хранилища 1 нет ключа. Не получается. Попробуем еще раз. Хмм... Хм... Хм... Ну, тут вообще непонятно, что. А что если наоборот попробовать? Может, перевод неправильный? 2 поставим в 3, где много ключей поставим. В 3 хранилище. Где один ключ поставим. Где дополнительное хранилище, много ключей. В 3 дополнительное. В 3, а этот, значит, во 2 поставим. Допустим. ГК, очевидно, главный корпус. Запасный выход ключа, он вставлен в двери. Доктор Борт, без сюда. Хранилище 1, наверное. Старый ключ. Это рассудование еще 100 лет не надо. Потому что так не получается. Попробуем еще раз. Может, еще не так трактую. Ну, давайте еще раз посмотрим запись. Может, я что-то, конечно, не так понял. Там один солдарный ключ, это непонятно откуда. Так, читаем. Наследство F&D. Хранилище 2. Это вот это же Мадамов. F&D, да? Так, F&D. Повели причину стеклянной шкафы. Ключи прилагаются. То есть, их несколько. F&D у нас написано во втором хранилище. Хрупкое, да? То есть, как бы очевидно, что много ключей. Это вторая. Ключи прилагает мост зеленая гнездочка. Это мы уже знаем еще сначала. Хранилище 3. Поставили дополнительный замок. В январе. Значит, там два ключа. Это логично, да? Логично. Нужно заменить сломанный замок в хранилище 1. Вот что это подразумевает? Я думаю, раз он сломан, это замок старый. А раз он старый, значит он со ржавчиной, верно? Ну, я думаю, так. Уборка требует соль к фэрдору, кто лит нижний этаж, не нужна мухоловка. Приказ директора... Ну, вроде как так. Я не понимаю, почему бы, кстати говоря, нельзя все ключи сходить. А потом повесить, все, оно же спит. Хм. Нет, а правда, что не так. Почему это не срабатывает? Так, много ключей. Это второе хранилище. Один. Это главный. КГК. Очевидно, что подпись это главный корпус. Я думаю, это очевидно слишком уж. Один ключи дополнительно в хранилище 3. Доктор Морс без зеленой ленточки. Хранилище 1 заменит замок. Запасный выход он вставлен, там мы видели. Тут Содер, но тут непонятно что. Ну, в принципе, какой-то из этих ключей все дойдет. Ну, я колоссую за вот этот. Почему-то неправильно. Этот нету. Вот это надо сюда поставить четвертое. Нам нужно четвертое. Конечно, один сломан замок. Видите, ключ ржавый, он отличается заметно от тех, что он старый. Значит, я полагаю, так. Сюда ключ не нужен, потому что тут что-то Содерное. Тут запасный выход. Не получается. Попробуем еще раз. Может, я, конечно, что-то Егор еще раз не так трактую. Может, этот ключ вытащить надо? Положить его? Я буду угорать, если делать только вот это. Ну, правильно, вот. Запасный выход. Да, ключ вставлен. Тут у нас главный корпус. Но он подписан, ГНК. Да, ГК подписан. Там написано о нем, ГК, очевидно, что это главный корпус. Идти домой сейчас, когда я на пороге открытия? Ни за что. Хранили еще один здесь. Тут ключ с сетей. Там как-то, понятно, понятно, да? Хм. Афон-Д, да, хранилище первое. Интересно. Это у нас хранилище 2. Сюда много ключей идет. Тут хранилище у нас третье. Табличка даже можно смотреть, но чисто для этого. А с другой стороны. О, 3. Это у нас 4. У третьего и первого хранилища двери выглядят одинаково. Значит, у первого и третьего, значит, у второго и четвертого они выглядят тоже одинаково. Может, это как-то нам поможет? Они как-то визуально похожи. Так, ну давайте развесим. МОСБИ, ДК, нет, ЛК, да. Значит, предполагаемый первый, да? Они вроде не одинаковые, это не одинаково. А, может быть, по-другому трактовку, чтобы хранилище один заменить ключ надо. Значит, этот выйдет более новым, значит, уже заменили. Если только так трактовать. Так, второе много ключей. Это у нас второе много ключей. Один ключ в хранилище. Три. Ну, мы так тоже пробовали. Точно. Точно. Только такой ржавый ключ может быть ключом к четвертому хранилищу. А, ну логика такая. А я вроде такой вариант пробовал, разве нет? Ну да, логично тут написано. Я, смотрите, в чем логика была моя. Сейчас я вам объясню. Моя трактовка. Надпись. Нужно заменить сломанный замок в хранилище один. То есть, я исходил с той мысли, что замок не заменен. Потому что нужно заменить, что сделать. Запись не зачеркнута. То есть, я предполагал так, что раз ключ ржавый, значит, что он от того хранилища. Понимаете, да? А там, оказывается, нужно заменить, и его заменили. Поэтому он такой новый. Ну, тоже не совсем понятна логика, может дезинформировать людей. Но, тем не менее, мы этот вопрос решили. Тут, наверное, лампа как раз. Вряд ли я что-то найду в такой темно... Что-то перегорит, да? О, нет. О, нет. О, нет. О, нет. Типа, зажечь надо чем-то. Топливо там, все дела. Просто как бы, вот я с лампой здесь, оно как бы, ну, не работает. Так, ну, ладно, давайте осмотрим, может, с чем-то взаимодействовать можно. Просто я пока ничего не вижу. Ну, вроде как, ни с чем тут взаимодействовать нельзя. Лампа как бы не активируется. Может быть, к ней топливо какое-нибудь надо? Я просто не знаю, что у них в голове, какая логика игровая. Потому что тут все зависит от трактовок. Ключ, наверное, раз уж мы дверь открыли, надо положить обратно. Или не надо. Лучше положить. А, нельзя. Лище один. Серьезно, эту надпись можно посмотреть. Типа, кто-то не увидит. Даже не знаю. Лампа у нас как бы есть. Но он не хочет с ней взаимодействовать. Может быть, нужно какие-нибудь там, не знаю, спички, типа, поджечь лампу. Зажечь. Поджечь. Иначе, как он ей пользоваться будет. Только такое предположение у нее есть. Ну да, это логично. А, у них не может зайти туда. Подождите, если вот на ней прям вот эту панель. Нет. Наверное, надо найти... А, подождите, храниши 4. А, уличная, наверное, да, заново. Так, ключ. Ну вот мы здесь, да. Включатель не работает. Лампа на выключатель не сработает. Даже не знаю. Ну, пойдемте наверх, наверное. Попробуем поискать какие-нибудь спички, наверное. Тут же спичек нет. Я думаю, что, наверное, лампу чем-то надо зажечь. Как бы, лампа-то есть, да, но она не горит. Есть только такое объяснение логическое. Другие... Ну, можно попробовать ему позвонить, этому чудику. Ну, напарник, этому чудику, смайту. Скорее всего, где-то надо спички найти. Я думаю, так. Потому что лампа-то сама по себе гореть не будет. Только такое предположение у меня. Либо, я не знаю, сейчас посмотрим. Либо ему отзвониться надо. Я буду угорать, если ему мы позвоним, и он скажет, возьми лампу, зайди, посмотри. Не, я серьезно. Нам где-то спички надо висеть. Ну, где? Наверное, у нас в кабинете, или там в кабинете, в Морсби. Сейчас найдем. Да, наверное, спички нужны. Ну, еще, сейчас найдем спички, подожжем. Зажжем, точнее, лампу. Давай, 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 открывай. У нас нигде спичек тут нет. За столом, может. Просто в таком случае, это вылет единственное логическое объяснение. Почему? Иначе нельзя взаимодействовать. Надо думать. У нас уже спичек нету таких. Пальто, нет спичек. Ну, погнали в кабинет, тогда. Посмотрим, есть какие-нибудь спички. Ну, или что-нибудь типа спичек. Пока просто, это моя единственная теория. Либо позвонить, либо спички. Вот, что я предполагаю. Потому что лампа-то есть, но спичек-то нет. А, кстати, тут все заперто. Отключение, понятно. Тут мы смотрели. Так. Сюда-то-да. В баре спичек нет. Сигары есть. Но спичек нет. Угу. У нас за столом. Что-нибудь есть. Архив нет. Тут приказ уже заполненный. Так. Ну, наверное, позвонить надо-надо. А что еще? У меня других версий как бы особо и нет. Сейчас выясним. Так, 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 так. Тут все закрыто. В смысле, не пощелкаешь точнее. Давайте попробуем позвонить. Сейчас он скажет, возьми лампу. Да, я буду угорать. Назовите номер. Пять. Шесть. Два. Три. Пять. Пять, пожалуйста. Ничего. Не отвечают. Спасибо. Назовите номер. Пять. Пять. Шесть. Два. Три, пожалуйста. Я пообещал с Майту позвонить, если узнаю что-то действительно стоящее. Но пока я знаю очень мало. Простите, мисс, я позвоню в другой раз. А, в компанию позвонить. Ну, так, прикольно. Назовите номер. Пять. Шесть. Девять. Шесть. Один, пожалуйста. Я попытаюсь соединить вас. Типа. Не возьмут. Не отвечают. Спасибо. Ну, еще один номер, раз уж мы пришли. Давайте попробуем до прикола. Какой номер вы хотите набрать? Два. Шесть. Четыре. Четыре. Четыре, пожалуйста. Это бессмысленно. Так поздно там никто не работает. А, это... Прошу прощения. Спасибо, в другой раз. Странец, который разговаривал с нами. Ну, тогда реально у меня теория, что надо такие спички искать. Типа, лампа у нас есть, но она же не зажженная. Других объяснений у меня нет. Я уже сколько раз повторил, не знаю, не засекал. Ну, лампа у нас есть. А что еще надо? Либо я, может, что-то не понял. Тут нет никаких спичек. Лампу вот эту смахнуть нельзя. Тут вроде я ничего не вижу. Ладно, погнали туда, на выход. Давай, давай, давай. Тут ничего. Тогда даже не знаю, что надо. Интересно. Будет весь раз там где-то надо было щелкнуть по какой-то точке лампой. И все будет типа чики-пуки. Я не знаю тогда, что не так. Вот в том же шорохе там лампа была. И там надо по ней щелкать. Интересно. Не, правда, интересно. Так, тут какие-то ящики были. Может, тут что-то можно взять. Мало ли. Так, нет, тут ничего нет. Просто уже начинаешь прибирать все варианты. Вот у него лампы есть. Почему бы ее ему не взять? У него спичек нет. Давайте с этой стороны попробуем посмотреть. В портфель ему залезть. Лампу не взять. Ее потрогать нельзя. Но это было бы как-то очень странно, наверное. Да, не исключено. Какие-то переключатели, ничего. Сейчас окажется, что решение на самом деле... А, ну вот переключатель. Может, с ним можешь что-то пощелкать? Нет. Электричество от него идет. Ничего делать нельзя. Лампу-то я взял. Не, я правда... Не, ну вроде бы казалось, у него есть лампа. Он должен зайти. Ладно, я понимаю, если бы вы плампу эту не взяли, он заходит, и там темнота. Пустота-то, да, я понимаю. В этом есть логика. Ну, давайте, что ли, искать лампы тут летать, курсором искать. Куда ее поставить? Может, надо что-то нажать? Просто я, правда, ничего не понимаю. Вроде раньше такой... Не знаю, что. Я принципиально не хочу лезть в какие-то гайды, искать что-то, разбираться. Это неправильно будет. Блин, я правда не понимаю. А что не так-то? Ну, блин, ну правда, это тупо. Лампу никуда не запихнуть. Ладно, а без лампы, может, что-то можно найти. Можно только назад выйти, щелкнуть по выключателю, который сдох. И вроде бы все. Ничем тут не взаимодействуешь, пройти никуда нельзя. Курсор не загорается тупо. Взять что-то тоже нельзя. Блин, я правда без понятия, что делать. Да. Ну, блин, у тебя есть лампа. Все. Ты можешь идти, не? Какого лешего? Я без понятия. Давайте так, чтобы видео не растягивать, я сделаю паузу, поброжу тут, попытаюсь разобраться. Ненавидя его. Принципиально лезть я в какие-то гайды не буду, я хочу разобраться сам. Пожалуйста, меня не теряйте. Так, я здесь. Ларочка на самом деле просто открывался. Блин, минут 10-15 ходил, в кабинет пошел в последнюю очередь, с расчетом, что тут точно ничего нет. Оказывается, тут что-то есть. Я же нашел две вещи, я по ним пока не кликал. Первый здесь, это... Доктор Эдварда Мосби. А, кстати, на реванде лордимышку, но я ее не увидел. Директор Британского музея. Грейт Рассел Стрит. Лондар Бумсбери. Телефон 7497. Давайте ради прикола позвоним. Назовите номер. 7-7-4-9-7, пожалуйста. Нет, это была бы очень плохая шутка. Прошу прощения, спасибо, в другой раз. Попытаться стоило. Это правда, что вариант работал. И второе, я как-то даже и не заметил это сразу. Сейчас мышка. Горячо-то тормозит, не знаю почему. Оказывается, вот камин. Здесь вот на камине вот так вот еле-еле припрятаны лежат спички. Ну, судя по всему, да, это спички. Охренеть. Ладно, погнали вниз. Сейчас разберемся. Это правда очень тупо было. Я так и подумал, что спички. Ну, где они? Ну, логично, наверное, какая-то логика. Должна быть спички, камин. Но я чё-то их как-то не увидел. Хотя, вроде, два раза осматривал. Ну, ничего. Главное, что мы разобрались. Зато я визитку нашёл. Хоть какой-то плюс. Ну, она для сюжета роль никакой не влияет. Ну, попробовать позвонить ему можно было бы. Ну, мы решили эту проблему. Это радует. Вот, иногда вот квесты бывают... Ну, как не бывают, иногда вот, знаете, вот играешь в какой-нибудь квест, да? И постоянно какой-нибудь там предмет найти не можешь. А он, оказывается, лежит на самом видном месте. Который ты, вроде бы, не проверял. Ну, не заметил. Ну, иногда самое вот сложное в квестах, это не голодонки. Это просто надо тупо найти какой-то предмет. Который, не знает где. Даже вот по логике вещей я догадался, что спички нужны. Раньше игровые были сложными. Не то, что сейчас. Ну, поймите, я неправильно. Но, тем не менее, сейчас игры в этом плане гораздо просты. Постоянными подсказками. А вот раньше бывает, хрен, найдёшь. А, зажжённый фонарь. Здорово. А, это уже от нас идёт свет, я вижу, да? Прикольно. Тут что у нас? Можно что-нибудь пощёлкать, потрогать? Ну, давайте, по правилу, левые руки. Так. Да, это же настоящий лабиринт. Неудивительно, что даже самые умные могут заблудиться здесь. Да, вот я с этим согласен. Я бы только что про это и высказал своё мнение. Так. Какие-то чаши, вазы. Ну, давайте по порядку, с левой стороны. Здесь нужно хорошенько осмотреться. Да, нужно. Это намекает, что здесь что-то важное лежит, надо что-то взять. Чемоданчики всякие. Всякие вазы. Прикольно. Так. Ну, мало ли, может, что чем-то можно пощёлкать, потрогать. Ну, и в конце концов, интересно посмотреть на все эти вещички. Тут вроде ничего нет. Я руки заметил. Как жаль, что все эти экспонаты находятся в таком ужасном беспорядке. Это, да, вещи довольно интересные. Посмотреть, потрогать, да. Даже не потрогать, даже просто хотели посмотреть. Звучить. Ну, как, дотрогано, по кругу, потрогано, в том плане, прикоснуться, понять, что это за вещь. Тактильное ощущение. А не как идиот помахать мечом, как могло показаться. Так, вот и что такое. Какой-то остров Пасхи. У нас там, что есть, вот. Так, вот, вот сюда. Да, да. Пушки. Корабельные. Пиратские, да. Ну, не обязательно пиратские. Прикольная статуя, да. Типа, с острова Пасхи что-то как будто не смахнули оттуда. А, вот, наверное, вот эта статуя или нет. Вроде больше никуда поезти нельзя. Точно, давайте, идти по порядку. Да, наверное, это оно. Эпика. Тот, кто еще что-то найдет. Да, это оно. Чёрный король. Да, вот она, эта фигурка. Да, знаете, будет прикольно. Это изображение. Думаю, это то, что нужно. Квадрат, разделенный на 13 частей. Но как он может указать дорогу? Так, что тут у нас? Это руны. По крайней мере, один из видов рун. Нужно расшифровать надпись на камне. Вы же нам, он же возьмет его в инвентарь или оставит здесь? Ага, взял. А, я могу даже раз... Ага, всё. Посмотрим, что скрывают эти странные рисунки. Да, помните, мы книжку читали с языками. Надо туда нам теперь, я так полагаю. Ну, это очевидно. Так. А если бы вы книжки не щелкали, не изучали, хрен бы вы догадались, что нам надо где-то найти расшифровку всего этого. А вообще похоже на римские эти, как будто какое-то число там записано. Или координаты, может быть. Кстати, не исключено. Ну, а в всякий случай, давайте походим, посмотрим, что тут. Мы-то уже нашли, то, что нам надо. Ну, интересно, что посмотреть. Что, зря рисовали это всё? Тупик. Тупик. Ну, да. Ну, вот сейчас сюда идём и с селью поиск. Мы-то уже нашли, что надо. Так. Вот сюда. Да и тут видно, что тупик. Тем не менее, не могу шли это оставить без внимания, вы знаете меня. Я люблю всё досканально осмотреть, это здорово. Так. Ничего такого. Сейчас расскажут, что тупик нет. Нет, скажут. Это так очевидно. Это уже ничего интересного. Там ещё одна тупик есть. Ну, что такое, а тут даже не пройдёшь. Понятно. Ага, ну всё, поймут тогда. Так, ключ нам надо оставлять? Наверное, нет, раз нет возможности. Да и похно. Ключ, наверное, уже исчез из вентиля. Нет, ещё есть. И лампа есть. Ладно, пусть будут. Мы не против уже. Теперь к нам в кабинет идём. Будем сейчас пытаться расшифровать эту интересную надпись, да? Ну да. Так, давай наверх. Блин, как же хорошо поиграть в старые добрые квесты. Я так давно у них не играл. Знаете, такие приятные ощущения, такие приятные чувства. Всё. Решено. Надо было почаще теперь подрубать квесты на канал. Это здорово. Будем писать видео по ним. Ага. Надо было, может быть, это сделать пораньше, но хотя... У меня посидел такая мысль вот когда сейчас это всё... Говорю, у меня посидел мысль, надо было даже, хотелось бы сказать, надо было пораньше было подрубать квесты, но потом я эта мысль как-то быстро в голове остановил, потому что, в принципе, мне и так нравится ход вещей. И зато, раз мы тебя любили раньше, мы сейчас можем получить радость. Это рыба. Сейчас найдём где тут. Может, я смогу что-нибудь найти? Ну что, давайте искать что-то похожее на этот язык. Там буква М была, это я точно помню, по ней можно ориентироваться. Похожее на римские цифры. Не аннули? Возможно. Так, ещё раз посмотреть. Так, я лучше это выпишу, чтобы не смотреть туда и сюда. Сейчас бумажка на эту... Блин, квестам всегда надо просто прилагать какую-нибудь бумажечку. И на эту бумажку всё выписывать. А, вот, свободный листочек есть. Круто. Так, М, раз, два, три, три полоски, В, Х, Х, Л, Три. И какая тут такая вот из-за этого? Ага, дробь, снизу, С, надогнутая, С, надогнутая, П, М. Всё, ага, сейчас разберём. Какой там язык у нас был похожий? Угу, оно. Так, М. М это у нас С. Дальше. Три полосочки. Трёх полосок как таковых я не вижу. Но вижу, что это Ай, С, Ай, Ай, Ай. Так же, видите? Ну, вроде когда. Дальше. В, Х. Если это вообще-то язык, кстати. Может быть, и не это язык. Старший футарк. В, вы тут видите В? Я не вижу. Как? Нет, наверное, это нет язык. Ну, давайте искать дальше. Тут нет такого символа. М есть. Ай, тут. Наверное, нет язык. А! Венгерская руна. Ага, училище, кто разработчик. А может быть, и оно, кстати. Ну, давайте попробуем. Так, М. М, 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 М. Ага, отлично. В. Три полосочки. В четыре. Четыре. В, Х, Х. Пять. Х, Х. Х, Х. Два. Двести десятки, как было. Х, Х. Четыре. Пять. Два. Ноль. Эл. Эл, Эл, Эл. С. И. Еще три полоски. Еще три полоски. Именно три. Подождите, стоп. Не так начали. М. Это у нас буква В. Это тут без альтернативы. Это я переписал. Дальше. Идет у нас три полосочки. Именно три. Три полоски сами по себе ничего не дают. Я не вижу, что такое символ здесь. Есть И. Может быть, В. И. 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 Либо В. Один. Один. Два варианта. Запишем написание. Или подождите. В. И. Там еще есть. Так. На всякий случай. М4ВХХ. Это как рядом написано. Эл как бы отдельно. Я это у себя помечу. Здесь все одинаково. Да. Это мы определили язык. Это однозначно венгерские руны. Ну, разработчики венгры. Логично. Так. В. Дальше у нас. Полоску поставил. А она полоска такой же сейчас. Отвечается символ. Вот так. Теперь я разделил нормально. Значит, первая буква В. Это как бы не обсуждается. Да? Буква В. Дальше у нас идет вместе. Три полоски ВХХ. У вас сколько трех полосок как символа такого не существует здесь? Я делал предположение, что это И. 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 7. В. И. 7. Или в 17. Альтернативное написание И. 7. Дальше у нас идет ХХ. 7. 20. В 1720. Уже смысл начинает появляться. В 1720. Тут как бы пробел. Дальше у нас идет полосочка вертикальная, как Л. Л наша. Л. В 1720. С. С. Дальше у нас отделяется. 3. ВХ тоже. Так. Наверное, тут будет вариант И. 1. А тут у нас будет. 7. 7. Дальше. Икс В. Это 1700. С 1720. В. Тысяч. В. 1620. С. 1760. Уже какой-то более похожий смысл. Ниже. А тут, наверное, буквы. С. Так, С тут похоже. Блин, какое написание. Сколько С? Одно С, другое С. Ну, давайте все варианты. О. Или Н. А там по смыслу подберем. Дальше. Полосочка идет. Это тут только Д такая. Есть И. Там вроде сверху полоска была. И. Так, вот это вот, это повнимательнее надо. Я не думал, что вот такая разница будет. Сейчас перепишу более правильно. А, тут разные С. Вот эти сейчас. Вот эта С, она как бы такая более грубая, загугленная. Первая. Полоска сверху. Потом такая пологая С. Потом тоже сверху полоска. Потом обычная П. И потом М. Сейчас мы уже близки к разгадке. Да, заставляет подумать, ломать голову. Так. Угу. Так, грубая С у нас. Это мягко. Вот эта грубая. О. Потом такая полоска. О. И. О. И. Потом. Н. Тоже. И. О. И на И. Потом ПМ идет. ПМ они... Р. Она вроде... М тут одна. Это В. А. П тут ролик. Я тоже вижу только одну. Да? А. АВ. АВ. Какой-то бред получается. Если это вообще... Сейчас пролистаем дальше. Там еще не похожий такой язык будет. Да нет. Вроде очевидно. Это этот язык был идентифицирован. Ну давайте попробуем написать, что там получится. А. Тут нам даже подсказку. Три. Три. Ну ладно. Так. Подождите. Тут три. Тут три. Тут раз два три. Четыре пять шесть. Раз два три. Четыре пять шесть. Низ мы правильно написали. А может цифры ввести семьсот двадцать семьсот шестьдесят ОИН и АВ, к примеру. Нет, я еще не знаю всего. Мне нужно больше информации. Так, давайте я досконально перепишу. М. Раз, два, три близко стоящих. В. Экс. Экс. Потом. А са... Жизнь. Три номер. У нас есть. Экс. 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 И внизу. СEP. Цэ гробая. Экс. 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 Экс Donald. Экс. Экс víк. Экс. Пробил 3 символа, внизу 5. Да, интересная головоломочка. Ну, давайте решать. Сверху должно быть 3 символа. М. Только В дает. Это будет 1 символ. АЛ у нас... АЛ у нас... А что дает С? Ладно, давайте пока как В запишем, как одну букву. Значит, получается, вот это вот дает 2 буквы. 7. А такого символа тут и нет. 1, 4, 5. 7. А что есть в порядке бреда? Это... 8 и 20. 28. Ну, пока в порядке бреда. В 28 запишем. Это пока порядок бреда. Тут у нас будет... Л. Какое у нас? Л только одно у нас. Точно только одно. Видишь, только одно. Значит, тут будет С. Похоже, как будто координаты какие-то. Тут у нас... Ну, тоже. 2 и 6. 66, что ли? Это если суммируется. А, ну, еще весело. Текст пишется слева направо, затем справа налево. А, подождите, потому что слева шифроват, да? Ну, ладно, сейчас вниз перепишем, а потом порядок переделаем, если что. Грубая С у нас О. Потом у нас идет загогуленка сверху. О, И. О, И. Н. О, Ин. А, Ин. Ин, Н, О. И дальше 4. П, М. П у нас это А. И только А. Ну, Р. П, Р, как удобнее. М, В. В, А, Ин. О, Ин. А, В. Какая-то хрень получается. Ну, давайте попробуем. Допустим. 28. С. 66. О. И. Не. А. Нет, я еще не знаю всего. Мне нужно больше информации. А если тогда В28. С. 66. ВАИНИО. Нет, я еще не знаю всего. Мне нужно больше информации. Да уж, весело. Так. Венгерский. Еще раз текст посчитаем. Венгерский. От звуки венгерского фонета. Ну, то есть я понимаю так, что первая строчка, она должна быть вот так вот читаться, а вторая должна вот так читаться. И перевод, соответственно, будет зеркальным. Но только я не совсем понимаю насчет цифр. Тут три символа слева, три символа справа есть. И внизу... Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Тут все правильно. Нет, подождите. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Подождите. Тут у нас раз, два, три, четыре, пять. А, все правильно. Пять, шесть. И знаков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, хорошо, что подсказка швейтникерсу ногами. Так, голову сломаешь. Ну, давайте ломать. М и Л тут, очевидно, стоят порознь. Я русскими веду. Так что, скорее всего, первая с буквы будет в любом случае В. В первом слове. И первая буква в следующем слове, скорее всего, будет С. И мы как бы их убираем. Остается решить остальные два символа. Три полоски. Так, тут есть четыре, есть одна. Есть две. От трех нет полосок, как на злу. Или ПД, или нет. И семь. И семь. И семь. Двадцать. Тут уже принял смысл. Они издеваются, да? Три рядом стоящих полоски. Больше нет никаких венгерских рунок. Три рядом стоящих полоски. И ветерка. Тут всего два символа остается тогда, если М. Уже решена такая буква В. Ну, тогда, наверное... Тогда, наверное... Ну, две двадцатки, это очевидно, что будет цифра 20. На что тогда вот это значит? Нет, методом, конечно, подбора можно сказать, что это 25, 28, в 28. А мы так и писали, в 28. Это единственная моя теория. Семь и восемь. Ну да. С тут пишется у нас... Тут у нас будет 60, по такой логике. И тут... И тут... В 28 с 68. А внизу по-прежнему вот это. Айня. В Айня. В 28 с 68. Во-и-ни-о. Во-ини-о, чтобы это не значило. Да, теперь это можно разобрать. На камне выгравированы координаты. Но что же означает это слово? И где найти Во-ини-о? Может, мне поможет карта? Во-ини-о. Ну вот теперь правильно. А, я тогда там прочитал 66, а не 68. Да, тогда все правильно сходится. Посмотрим, поможет ли моя карта на этот раз. Ну так, вспомнить бы долготу, ширину. 28, наверное, 28. Вот здесь вот идет долгота где-то. А тут у нас будет 68. Так, подожди. В, восток. Восток, восток там. Да, типа того. А, С, это север, значит. Северная. 68. Тут 60 цифр, значит, где-то здесь. 68 на этой полосе. А тут будет восток 28. Восток с этой стороны. Где-то здесь. Ага. Так, 28 мне нужен. 28. Ну, очевидно, что это на Лапландию. На Лапландию намекает. Ну, если кто-то подумал, то на Лапландию я не указал. Не потому, что следующий эпизод Лапландии посвящен. И даже не только поэтому. Потому что координаты восточные, долгана там северная ширина. Вот это все, понимаете. Я поэтому определил так. Давай, давай. Вообще, знаете, головонки тут довольно такие. Серьезные. Попотеть заставят. Назовите номер. 5, 5, 6, 3. Прошу прощения. Спасибо, в другой раз. Называет номер. А, прошу прощения. Какой номер вы хотите набрать? 5, 5, 6, 2, 3, пожалуйста. Не кладите трубку, пожалуйста. Алло. Алло, Смайт. Вы еще не спите? Ну, как сказать. Если бы вы позвонили мне на полчаса позже, вы бы меня разбудили. Вы что-нибудь узнали? Конечно, мой друг. Кажется, здесь я сделал все возможное. Теперь мне предстоит первый этап путешествия. Профессор, вы куда-то уезжаете? Да. Я немедленно отправляюсь в Лапландию. В Лапландию? Да. Я должен найти человека по имени Ваиню. Вот как? То есть, профессор, как же так? Слушайте, Смайт. Я расскажу вам все подробности. Но обещайте мне сохранить в тайне все, что касается анонимного письма, скульптуры Черного Короля и событий сегодняшней ночи. Конечно, профессор. Спасибо. Еще я хотел бы, чтобы вы помогли мне в путешествии всем, чем только сможете. В следующие несколько месяцев мне придется попасть в 12 разных мест. Задача предстоит не из легких. Только вы и моя жена Дороти будете знать, что это за места. Конечно, профессор. Я обещаю. Я с радостью приму участие в вашей экспедиции, даже если не смогу присутствовать при этом лично. Так ваша жена уже знает о том, что вы затеваете? Пока нет. Я возвращаюсь домой, чтобы подготовиться к путешествию. Кажется, понадобится очень много вещей. Я выезжаю из Лондона утренним поездом. А теперь слушайте очень внимательно. Я расскажу, что именно мне удалось обнаружить этой ночью. Субтитры создавал DimaTorzok Лондон. 1927-й поездка профессора Ханта в Лапландию. Тут маршрут положен. По Франции, из Франции в Бельгию. Письмо во Франции получили. Письмо получили в Метве. Питер. Прави график профессора. Так, а тут можно сохранить? Я просто не знаю. Сейчас на всех включили и щелкну. Хочется посчитать все это. Так, вернуться к игре. Ну, наверное, давайте это прочитаем и закончим сегодня часть. 13 октября 1903 года, Берлин. Профессор, очень необычно то, что вас нет с нами уже несколько дней. Доктор Морсби был немного удивлен, узнав, что вам срочно нужно было выехать за границу. Но сейчас он слишком занят делами в музее. Поэтому я думаю, что пока вы не решите, как мы объясним ему ваш отъезд, он не будет меня об этом спрашивать. Ваш приказ прибыл к реставратору как раз вовремя, поэтому можете быть уверены в том, что к гранитной скульптуре никто даже не прикоснется. Я очень благодарен, что вы сделали для меня копии письма из страницы старинной книги. Это помогло мне больше понять происходящее. Это напомнило мне об учебе в университете. Я подумаю об этом. И если натолкнусь на что-нибудь интересное, я вам сразу же напишу. Я позаботился о вашем проживании в Санкт-Петербурге. И вскоре найду место, которое сообщают... И место, которое сообщают северные координаты. А здесь я смогу предоставить вам более точную информацию. Я желаю вам всего наилучшего. Будьте осторожны, ваш верный друг Тесмайт. Так. Кстати, пощупать просто маршрут. Так. Дальше. 17 октября, 1903. 3-го. Они по порядку. Октябрь, ноябрь. Да, они по порядку. 1 ноября 1903-го. Санкт-Питер... Нет, подождите, Кёнигсберг. Подождите, подождите. 17 октября 1903-го. Кёнигсберг. Профессор, я так счастлив. Мои предположения оказались правильными. Я уже слышал о старинной книге, страница которой сейчас у вас. Когда я учился в университете, наш преподаватель, профессор Реджинальд Лоу, рассказывал о книжном аукционе, известном как «Битва за Роксбург», который состоялся согласно завещанию последнего графа Роксбурга. Вся его огромная коллекция книг была распродана. Этот аукцион проходил около 100 лет назад. 17 июня 1119-го года особое состязание разгорелось между двумя джентлменами, графом Спенсером и маркизом де Бландфордом за рассказы Боккаччева, изданные в 1471-м году. Возможно, услышали об этом, профессор, потому что это была самая дорогая книга, которую кто-либо покупал на аукционе. Всё началось со стандартной ценой в 100 фунтов, и в конце концов за книгу было предложено 21060 фунтов стерлингов. Её, да, уж разница большая. Её забрал маркиз. Конечно, Боккаччо сейчас не так важен для нас. Тоже говорил и мой преподаватель. Информация об огромной сумме, которая так и не была уплачена, затмила великолепие всей коллекции графа Роксбурга, среди которой была удивительная книга Джона Гиллама. Профессор Лоу сказал, что книга существует в единственном экземпляре, и хотя автором её является монах, она рассказывает вовсе не о религии, более того, она склоняется к еретическому учению. Сам профессор никогда не видел книгу, но его друг служил в замке Роксбурга и видел её. Именно Джон Гиллом в своей работе упоминал демонического чёрного короля и настольные игры, а также секрет, который он раскрыл, выпустив знания наружу, как зверя из клетки. Что там в этом роде? Я воздержусь от комментариев. Если вы позволите, я попытаюсь отыскать профессора Реджинальда Лоу в Оксфорде, и если повезёт, узнать больше о книге Джона Гиллома. Если всё это правда, то ваше путешествие приведёт к великому открытию. Благодаря вам, шимпойском, истинная религия восстанет из глубин забвения. С нетерпением жду вашего письма. Ваш верный друг Тесмайт. П.С. По скрипту. В Санкт-Петербурге я зарезервировал для вас номер в гостинице Англотер. Угу. Так. Так, стоп, как выйти? А, вот так. Дальше. 1 ноября 1903. Санкт-Петербург. Профессор, добро пожаловать в Санкт-Петербург. Я надеюсь, вы довольны гостиницей. Пожалуй, это более удобно, чем спать в поезде. Я прав. Я узнал всё, что касается вашего предшествия в Лапландию. Хотя кое-что осталось за меня неизвестным. К сожалению, ни на одной из карт нет точной информации о железной дороге на пересечении полученных координат. Вам это придётся выяснить на месте, но я за вас не волнуюсь. После того, как отдохнёте в Санкт-Петербурге, сядьте на поезд Ви-И-Пу-Ри-Там-Пере-Кок-Кола. Потом Волу и Руванье-Ми. Там вы должны будете узнать о товарных и почтовых поездах. Если вам повезёт, то сможете вскоре сесть на поезд до Кителя. В 12 милях от Кителя есть небольшая спальня. А, станция. К сожалению, мне не удалось узнать, как она называется. А, возможно, она настолько мала, что вообще не имеет названия. Там редко останавливается поезд. Он лишь изредка доставляет туда какую-то почту. Станция связана с тремя деревушками, но лишь одна из них находится на пересечении. Но я не знаю точно. Или Говасида, деревня Нового Света. Или Боргесида, деревня Новых Волос. Или Конусида, деревня Северного Света. Я уверен, что вам помогут на станции. Железнодорожная компания пообещала отправить в телеграмму к главе станции с просьбой о транспорте, который бы доставил вас в деревню. Вам лишь нужно определить, в какой деревне живёт тот, кто вам нужен. Как только пребудете вруваниями, тут же свяжитесь с товарными поездами. Потому что если вы опоздаете на поезд, то придётся ждать следующего поезда несколько дней или даже недель. Пожалуйста, свяжитесь со мной, когда найдёте что-нибудь. Ваш друг Те Смайт. Так, так, так. Это 1 ноября, что там дальше по порядку. 5 ноября, 303, Санкт-Петербург. Смайт, чем больше вам удается узнать о старинной книге, тем лучше. Вы должны сделать всё, что можете. Я в порядке. Наслаждаюсь путешествием. В Кёнигсберге я должен был ждать поезд около часа, поэтому успел прогуляться по улицам старинного города. Передайте привет моей жене и, пожалуйста, покажите ей эту открытку. С уважением, профессор Самуэль Хант. Доктору Томасу Смайту, Британский музей, Грейт Рассел Стрит, Лондон, Бумсбери. Монетки немецкие с кайзером. Ну да, Верволенунзен, Альтенкайзер, Вильгель, Вейдер, Габбен, Верволенунзен. А так, стоп, ладно. Да, вот открытка из Кёнигсберга. Нет, подождите, подождите. Санкт-Петербург, монеты немецкие. Хм. Ну, наверное, вон там эти монетки и взял. Марка, фрейм марки, марка немецкая. Как бы открытка, может быть, Кёнигсберска, просто Санкт-Петербург посланная. Ну ладно, 5 ноября было, 10 ноября тут даже два этих письма, ну по порядку. 10 ноября, 133, Санкт-Петербург. Дорогая Дороти, я пробуду здесь в Санкт-Петербурге до завтра. Не могу дождаться, когда уеду отсюда, потому что провел здесь уже 4 дня. Такое ожидание просто невыносимо. Но больше всего мне понравилось то, что произошло со мной здесь. Я должен перелиться с тобой тем, что случилось. Только ты можешь понять, что я чувствовал. Потому что ты одна знаешь меня так близко. Я приехал сюда в пятницу и решил навестить профессора Корникова. Помню, что он приезжал в Лондон 3 года назад и всегда приходил к нам на ужин. С ним интересно было провести время, и он наставил, чтобы я остановился у него. У него очень приятная семья, и они были очень гостеприимны. В субботу утром я побывал в Академии, где был представлен некоторым ученым. А после обеда Корникова сводил меня в Зимний дворец. Я думаю, что в Лондон он попал обманчивым путем, потому что на самом деле он необыкновенный ученый. Его рот очень старинный и титулированный. Здесь его знают как князь Андреева, а его занятие египетскими раскопками всего лишь хобби и причуда. Благодаря его имени мы смогли попасть в Зимний дворец на прием к царю. В лице царя удивительно сочетаются черты обычного человека, тонкие губы, слабое зрение и божественного существа, которое таит в себе что-то могущественное, неопределимое и беспокойное. После приема царь поговорил с нами и расспросил о моей поездке. Боюсь, что я рассказал не всю правду, потому что я сказал, что изучаю различные лингвистические особенности древних языков и отправляюсь в Атландию, чтобы найти кое-какие ответы на старинные структуры и коды. Это ведь не совсем ложь. Он также спрашивал о моем отношении к спиритизму, потому что здесь это сейчас входит в моду, как и когда-то в Лондоне. Но я честно ответил ему, что хотя я и верю в существование параллельных миров, но сейчас развлекаюсь, развелось так много шарлатану, что не знаешь, кто говорит правду, а кто-либо... А кто просто обманывает. Пока мы говорили, у меня начался страшный головной бой. Боль о ярко-красной ауре, горящей над головой монарха, была настолько сильной, что мне даже было немного больно смотреть на него. Я будто видел кроваво-красную смерть, которая охватывала его со всех сторон. Ну, знаете... Николашка ж уже, если что, кто не знал. Николай второй, если кому-то больше нравится. В конце концов, разговор окончился, и мы пошли домой. Как бы проще, что ли, получается? Там головная боль лишь усилилась, я решил пораньше лечь спать. На следующее утро я проснулся до того, как рассвело, и увидел, что в ногах моей постели сидит Ефраим, слуга, которого Корников прислал ко мне. Представляешь, как я был удивлен, когда увидел его там. Еще больше удивился, когда он сообщил, Саня готова, господин? Я оделся и прошел вместе с ним по пустому дому на тихую улицу, где стояли Саня. Он закутал меня в шубы и сел рядом. Мы поехали к Зимнему дворцу, и там мы остановились в дальнем углу огромной площади перед дворцом. Ефраим помог мне вылезти из Саней. Он очень странный, тихий и неразговорчивый, но его глаза выражают такое понимание, будто он знает раньше тебя, чего тебе захочется. Его лицо представляет собой смесь разных наций, славянской, еврейской, цыганской, а глаза у него светло-светло-голубые. Не такие, как небо, а как прозрачная вода. Я вышел из Саней, словно во сне. Я не задавал вопросов. С полузакрытыми глазами я дошел до конца площади, чувствуя невносимую боль и истощение. Моя голова раскалывалась. Если я закрывал глаза и видел беспорядочно лежащие тела повсюду на камнях, слышал залпы стреляющих орудий. Но эти звуки были слышны где-то вдалеке, а больше всего меня беспокоил другой шум, крики и шепот молитв. Ммм, типа революцию предвещает. Интересно. Ладно, я сейчас потом комментарий сделаю, поэтому буду. Через какое-то время я увидел священника, стоящего на углу одной из узких улочек, которая ведет к площади, а когда он увидел меня, он кивнул и подошел. Вы тоже их слышите, не правда ли? Сказал он. И вы видите их в агонии, в их агонии. Во всем это моя вина, хотя я стараюсь помочь им как могу. Ага, типа гапон, да? Кровавое воскресенье. А, наверное, даже вот это имел ввиду. Ну да, скорее всего это. И кровавая аура над его. А, я кажется понял, я вначале не так интерпретировал. Я вначале подумал, что кровавая аура над Николашкой имеется ввиду, что типа вот он умрет, мучаемся и дела. Оказывается, что типа кровавый царь загнал это воскресенье, когда этот гапон повел этих рабочих за собой и типа расстреляли их. Значит кровавая аура в этом плане имеется ввиду, что он причащен за их смерть, а это уже интересно. Как могу. Его звали Отец Гапон. Его миссия заключалась в том, чтобы усмирить боль стражащих бедных людей в этом ужасном городе контрастов. Огромное богатство и крайняя бедность, великие наслаждения и ужаснейшие страдания, надменный цинизм и смиренная вера. Но хотя он и проводит всю свою жизнь, помогая людям, он понимает, что не может помочь, ничем помочь им, а также ему известно ужасное пророчество. Нескончаемый поток крови прольется здесь, сказал он. И в этом будут виноваты не люди и даже не царь-батюшка. В этом будут виноваты люди без сердца, люди из стали. Люди, которых не волнует, что будет с моей паставой. Люди, которые придут после того, как уйду я. Люди, которые проведут их через реки крови, которым не будет конца. Сто лет страданий. Острова с оковыми жестокостью. Тюрьмы, из которых невозможно убежать. Глаза, которые не прольют слез. Моя дорогая дуротик. Какое-то время я шел со священником, а потом снова оказался в санях, где меня ждал Эфраим. Неужели мы ничего не можем помочь? Спасил я священника. Можно ли это как-нибудь предотвратить? Не один Эфраим. Нет, сказал он. Вы можете стать свидетелем страданий, но вы ничего не можете сделать. Вы можете продолжать свои поиски до конца времен, и вам откроются малые истины и малые победы. И этого с вас достаточно. С грустью священник ушел, а меня отвезли домой. Я позавтракал и вернулся в свою комнату. Теперь я жду, когда отправлюсь на станцию и сяду на поезд, чтобы продолжить мое путешествие к семье Ваинио. И разгадать великую тайну. Я все еще очень неуютно себя чувствую, и головная боль не проходит. Когда я выглядываю в окно, я вижу, что по улицам идут люди, но я будто вижу сквозь них. Будто они призраки, а не люди. Я чувствую, что этому городу предстоит пережить великое страдание и много смертей. Это произойдет очень скоро и будет длиться очень долго. Я чувствую боль повсюду. Ты ведь знаешь, дорогая, как я чувствую, видительн к такому. Мне много известно о прошлом благодаря всему, что я изучал. Теперь, кажется, мне становится известно и будущее, и у меня нет другого выбора, кроме как жить с этим. Я только что увидел нашего нищего на костылях. Он был очень худой, от голода он брел по улице и просил дать ему денег или еды. Но никто не обратил на него никакого внимания. Пролется ли его кровь? Быть может, именно он будет страдать больше других? Жду с нетерпением своего отъезда. Я уже попрощался с Корниковым. Боюсь, что больше никогда не увижу его живым. Смерть окружает его. Бедный Корников, любитель старинных рукописей. Я думаю, что никогда не видел более увлеченного своей работой и в то же время ведущего более праздный образ жизни человека, чем он. И все же я чувствую рок, ненавидший над ним. Смерть уже пришла за ним. Или мне это всего лишь кажется? Ну, письмо довольно такое интересное, объемное, поэтому все-таки, я думаю, его надо прокомментировать. Ну, очевидно, что говорится про революцию. Вот эти, конечно, сто лет тюрьмы, ужасов. Это типа советский тоталитаризм, все в этом роде. Ну, его типа трактовка, все в этом роде. Не забываем трактовку тех, кто это писал. Опять же, это не есть правда. А венгерское восстание мы помним, какое было, да? Все в этом роде. А так, насчет Николашки, в принципе, здраво, насчет революции здраво. Ну, как-то про Советский Союз перегнули, но, в принципе, не безосновательное некоторое движение, но и суть. Ну, а на самом деле, заставляет задуматься, что ли. Ну, да. Вот, кстати, наверное, вот это вот и есть вот это вот. Понимаете, я вам сказал, что не перевели все-таки? Иначе перевели. Вот эти вот, походу, бонусные письма, это вот эти есть письма из Транствия. Вся биография, корреспонденция. Да, вот это вот из Мистерия с Кодекс, помните? Я говорил в первой части об этом. Да, это оно, походу, вот эти вот письма-записочки. Ну, что, довольно интересно, еще могу сказать. Но я не буду просто комментировать. Просто все-таки я хочу, чтобы эта игра осталась исторической, а не политической. Хотя, я как, типа, мирного политолога очень сложно отказаться отъявить комментарии здесь. Ну, ладно, я думаю, вы поняли мою мысль. 10 ноября, 1330, в Санкт-Петербург. Как только мы отправимся, я отправлю тебе это письмо. Когда мы ехали к станции, мы проезжали через длинный канал. И когда я закрывал глаза, на другой стороне канала я видел множество людей. Хороших людей, добрых людей, которых зарезали или застрелили. Одним из таких людей был Корников, а с ним была его жена и его четверть детей. Они вовсе не плакали, а шли на смерть с достоинством. Моя любимая жена, наша совместная жизнь кажется такой беззаботной, защищенной. Поздравляем с жизнями людей в этом городе. А из-за всех тех, кому еще предстоит перенести страдания и смерть. Субовью, твой муж, Самуэль Хант. Монета, золотой рубль с Николашкой и с гербом Российской империи. Дома Романова, скорее. Ну да. Дальше. Биография профессора Самуэля Ханта, Дороти Хант. Сентябрь 1925, глава пятая. Тут всего лишь на странице. В конце новоряя 1905 года я как-то зашла в его кабинет. Он сидел за рабочим столом и плакал. В руке он сжимал газету Times, но уже не читал ее. Он молча смотрел на стену перед собой и, судя по его взглядам, видел что-то ужасное. Газета была открыта на странице 3. Вверху находилась большая статья про расстрел мирного шествия в Санкт-Петербурге. Его назвали Кровом воскресенье. Ну да, 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 что я говорю. Огромная толпа рабочих во главе со священником Георгием Гапоном вышла на мирную демонстрацию с тем, чтобы вручить царю петицию. Однако властью встретили стекавшихся со всех концов города демонстрантов ржейным огнем. Сотни людей были убиты, тысячи ранены. Самуэль отложил газету и посмотрел на меня. «Я все это видел и слышал», — сказал он. «В тот день, когда уезжал со слугой Корникова, об этом он и хотел сообщить мне. Он сказал, что я ничего не смогу сделать, и он был прав. Но я помню и буду помнить всегда». Как говорил Самуэль, священника звали Гапон. Позже ему знали, что он покончил жизнь самоубийством. Потом ходили различные слухи о том, что это самоубийство было подстроено, и на самом деле он был убит заговорщиками. Самуэль очень интересовался событиями в России и следил за всем, что происходило в дальнейшем. После революции в 1917 году многие его друзья были рады тому, что диктатура царя окончена, но Самуэль не верил в то, что теперь в России настанут лучшие времена. «Это время кровопролития», — говорил он. «Я видел будущее, и я знаю, что Россия будет страдать. Все только ухудшится». И он был прав. Ну... Вы понимаете, тут очень такие вопросы. Я бы сказал, поднимаются специфичные. Ну, давайте так. Я бы, лично мое мнение, мне бы, конечно, если бы был мой выбор, я бы предпочел, что в 1900, ну, революционных событиях, у нас вместо монархии была бы установлена Демократическая Республика со всеми этими. Не коммунисты, не коммунисты большевики, не монархисты. Демократическая Республика, да? Полноценно мы встали на путь капитализма и развивали бы, я считаю, это был предпочтительный путь. Но коммунисты, понимаете, я не коммунист, никогда им не был, равно как я и не монархист, никогда им не был. Я всегда был сторонником таких вот демократических, здравых, адекватных, консервативных ценностей, да? Старый добрый консерватизм, ну, наподобие английского. Вот, конечно, если бы у нас был бы монарх хороший, но Николашка это такой дятел, честное слово. Был бы нормальный правитель, ничего бы тут не было. Либо как-то можно было переработаться. Он уперся, а потом не уперся. Хрен подозр, он имеет в виду очень неадекватный человек, праздный, скажем так, да? Блаженный. Ну, понимаете, все-таки, в принципе, все здесь сказано, и оно и безосновательно. Но просто я был, как человек, дипломер и политолог, и не могла опустить эти вещи. Что в Венгрии, страны разработчиков, все, что писали в Венгрии, все эти тексты. В Венгрии, вы знаете, было восстание довольно мощное, которое подавили довольно жестко, когда там были все эти делишки, там там делишки были довольно жесткие, как вы понимаете. Ну, и у них есть некоторые основания как-то скептически, что ли, относиться к Советскому Союзу. Поэтому это и пишут. Ну, понимаете, с одной стороны, вроде как и правда, тут вроде ничего такого прям жесткого на конкретных персонали не намекается. В основном, говорю, и не сторонник коммунистической системы. Ну, с другой стороны, про вот эти всякие там тюрьмы, свободы, опять же, какие-то отсылочки к ГУЛАГу, это тоже нехорошо, потому что, частно отмороженные люди любят выдумывать там сказочки, знаете, про какого-нибудь там Сталина, который съел лично сотню убиенных детей и питался кровью младенцев, да? Ну, я с понятия дела, неправда. Очевидно. В филактике там репрессии, репрессии, это тоже все чепуха собачья. Я просто уже упоминал это неоднократно на стримах, на видео. Просто вот такой вот момент. Как нормально, в принципе, да, логично, в принципе, здраво. Я предпочел путь демократии, чем путь коммунизма. Но, тем не менее, коммунизм надо воспринимать адекватно. Где-то, да, перегиба, сама идея коммунизма, что ли, абсурдна, непостижима. Но, тем не менее, как-то слишком уж нападки такие... Хотя тут, в принципе, ничего такого нет, просто это, может быть, у меня такое профессиональное восприятие, что я, как дипломированный политолог, все вот эти тонкости, мелочи вижу. И, может быть, воспринимание несколько экзальтировано это все. Но, тем не менее, это так и есть. И мне тут добавить нечего. Так, ну ладно, мы тут все посмотрели. Все прочитали. Все-таки это игра, это игра. И, в принципе, тут, по-моему, все сказано, правда, да? Так, ну ладно. Ну, кроме того, что я могу предположить. Может быть, я даже и не имел с разработчиком в виду. Ну ладно, все, я с вами... Поэтому, вот, сказал, давайте дальше. Чего-нибудь тут нажать надо что-то, наверное. А, кстати, что у меня... А, вот выход. Ну все, мы тут посмотрели. Моя дорогая, я еду в Лапландию и пишу тебе это письмо в поезде. Это один из тех редких случаев, когда информация, предоставленная Смайтом, не помогла мне. Надеюсь, ему удалось все организовать, и на станции меня будут ждать сани. С тех пор, как я покинул Лондон, наткнувшись на страницу из книги и расшифровав таинственную надпись на камне, впервые я в замешательстве. На камне были указаны координаты деревни, в которой находится определенная настольная игра. Мне нужно найти человека по имени Ваиню. Но я не думаю, что это будет легко в пустынных заснеженных полях. Как только у меня появится возможность, я напишу тебе. Береги себя. Так, ну Лапландию мы уже будем проходить следующую часть, сейчас просто посмотрим, дойдем на эту, может, секреты закончить. Неужели Смайт подвел меня? Кажется, здесь меня никто не ждет. Так, ну все, вот там документы что-то у нас. А, все стерлось, ну типа только важные документы на текущий момент. Ну, наверное, у нас есть газета, ее можно посчитать. Просто газета как газета. Ну ладно, давайте сохранимся и закончим. Ну что, мои дорогие друзья, на связи был М.Кабацкий. Мы сегодня с вами вновь продолжили играть прекрасную, интересную, ну и, конечно же, замечательную игру. Игру довольно неинтересную и культовую под названием И мы сегодня с вами доделали наши с вами делишечки в Лондоне. Полностью до конца разобрались со всем этим, расшифровали запись. Решили головоломки все вот эти странные довольно. Ну как, странные, в принципе, неплохие, но просто тут смотря в какой логике подходить к их решению. Ну и, в принципе, мы оказались в Лампланде, почитали много писем, проникнулись в истории. Хочу заметить, игра довольно качественная, интересная, такие довольно неплохие письма, истории. То есть ты погружаешься в все это, думаешь. Довольно сделано качественно, добро, но сейчас такие игры, к сожалению, не упускают. Вот. Да, мне понравилось все, письма все понравились и диалоги хорошие. Все в этой игре мне нравится, меня все устраивает. Игра хорошая, качественная. Да, пожалуй, давайте здесь больше нечего. Ну что, мои дорогие друзья, на связи был М.Кабацкий. И мы заканчиваем. Всем спасибо за внимание. Увидимся в следующих видео наше с вами, старым, добрым, консервативном канале. Алисиембра. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok